Всем привет, ребята! В этом видео я хочу рассказать вам о разных способах подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Почему я могу судить о разных способах? Ну, во-первых, я окончила школу в 2014 году, и у меня был опыт подготовки в школе. Потом я работала репетитором, когда училась в университете, и у меня есть большой опыт подготовки отдельных учеников. Далее я перешла на новый уровень и преподавала в оффлайн-центре в Москве, и у меня есть опыт работы с группами. И теперь я онлайн-преподаватель, автор курсов гуляка, писака, сочиняка, и я могу рассказать о каждом из этих способов изнутри, что называется. Давайте начнем с первого способа — это подготовка в школе. Ну, во-первых, давайте признаемся честно, что не все учителя и не во всех школах реально готовят тебя к ЕГЭ. И не потому, что учитель какой-то тупой или плохой. Нет, учителя — это просто святые люди в большинстве своем. Потому что если они все-таки готовят тебя к ЕГЭ, они это делают по собственной инициативе. Вообще их работа, вот за что они получают деньги? За прохождение с тобой, с классом школьной программы. И, конечно, утверждают, что все задания в ЕГЭ — это школьная программа, но мы-то с тобой знаем, что это совсем не так. Ну, вот почему в школьной программе, в школе не всегда говорят о том, что в 26-м задании то, что выделено курсивом — это эпитет, вот такой обычный простой лайфхак. Почему не всегда рассказывают о разнице лексического повтора и форм слова для разных частей речи, хотя на ЕГЭ это есть. Почему не говорят о правильном написании слов «подьячий», «адъютант», «необъятный», «неотъемлемый», «брезжущий» и так далее. Хотя все эти исключения, ну, не все исключения, а особые случаи тоже есть в тестовой части. То есть задача учителя — дать тебе школьную программу в полном объеме. Однако здесь мы уже будем говорить, да, наверное, о несовершенстве системы образования. И от отдельно взятого учителя, к сожалению, да, вот это не зависит. Если же все-таки учитель проверяет, да, там, тестовую часть, которую ты пишешь, сочинение, которое ты пишешь, это клево, но у учителя таких людей, как ты, очень много, да, несколько классов выпускных, возможно. Даже если один класс — это 20-30 человек, и учитель физически не может постоянно проверять твое сочинение ЕГЭ, ну, как бы бесплатно, да, потому что он просто не робот. Поэтому минусом подготовки, да, в школе является либо отсутствие подготовки, либо нерегулярная подготовка, либо некачественная подготовка, если учитель вообще не шарит за сочинение ЕГЭ, он не понимает, какие критерии новые, да, ЕГЭ каждый год меняется. Вот сочинение ЕГЭ меняют каждый год. В 22-м году оно оценивалось 25 баллами, в 23-м году можно было получить максимум 24 балла, например. Поэтому школа — не всегда эффективная подготовка. Но плюсы — это, конечно же, бесплатно, да, и это плюс, если у тебя хороший учитель, он энтузиаст, он все сделает, разобьется в лепешку для того, чтобы ты сдал ЕГЭ очень хорошо. Но это большая редкость. Давайте перейдем ко второму способу подготовки — это репетитор. Конечно, основной минус, который на поверхности очень дорого. Не везде, вы скажете, да, в регионах репетитор стоит не так дорого, это правда, но и в регионах уровень жизни, иногда и средняя зарплата, да, у человека, она тоже ниже. Поэтому это все нужно учитывать в пропорции. Поэтому, ребята, могу говорить только за Москву, потому что я сейчас живу в Москве. Хороший репетитор, действительно, репетитор, который в курсе критериев, узнаваемый репетитор и действительно тот, который может гарантировать тебе качественный результат, стоит в районе 2000 за 60 минут. Это еще и недорого. Если мы сравним с онлайн-школами, да, и вообще с курсом онлайн, то мы увидим, что в среднем цена онлайн-курса за месяц — это как два, ну, три занятия с репетитором лично. А для того, чтобы эффективно готовиться к ЕГЭ по русскому языку, нужно заниматься минимум раз в неделю. Минимум раз в неделю с репетитором, да, ребят? Если мы говорим о том, что мы хотим еще параллельно постоянно отрабатывать сочинения ЕГЭ, то нужно уже два раза. Вот, по полтора часа. Это вот моя такая рекомендация. Поэтому, конечно, минус, дорого. И еще один минус, если мы говорим о репетиторе не очень хорошем, да, вы как школьники не можете оценить уровень владения русским языком у какого-то конкретного репетитора, да, поэтому вы можете столкнуться с обманщиками, с равнодушными людьми, с людьми, главная цель которых просто заработать денег и которые не будут рефлексировать там над вашим результатом потом и разбираться, кто прав, кто виноват. Поэтому будьте осторожны. Как правило, обычный школьник или даже родитель, который никак не связан с русским языком, не всегда могут найти хорошего репетитора. Будьте бдительны. Плюс занятий с репетитором. Если все-таки репетитор хороший и деньги у вас есть, то, конечно, плюсом будет являться индивидуальная работа. В отличие от офлайн-центра, от школы или от онлайн-школ, где нет кураторов, вы будете сидеть и разбирать по косточкам ваше сочинение, дай бог. Или разбирать те задания, в которых вы плаваете. Однако из этого плюса тоже вытекает еще один минус. Когда я работала репетитором, я общалась с другими репетиторами, вот такое было сообщество у нас небольшое, и мне говорили, что обычно, вот что они делают, они приходят и проверяют домашку ученика ползанятия, но остальные ползанятия там как-то разбирают новую тему. Ребят, это плохо. Почему? Если репетитор разбирает с вами домашку, представьте, а всего у вас там занятие идет час, и за это вы платите там 2-3 тысячи рублей, представьте себе, проверка домашки занимает 50% времени. Когда изучать новые темы? Вы просто, скорее всего, не успеете. Плюс, если вы выбираете репетитора, обязательно запросите у него перед началом занятия программу, по которой вы будете проходить темы. Были такие случаи, что репетитор брал ученика, но не успевал пройти с ними все темы из-за халатности, может быть, из-за отсутствия времени ученика или у этого репетитора. И, естественно, ученик приходил на экзамен, будучи даже незнакомым с разными форматами заданий. Вот, это очень важно. Третий способ подготовки к ЕГЭ – это офлайн-центры, да, это занятия в группах, именно офлайн. Какие же здесь есть плюсы и минусы? Самый главный, да, ребята, минус заключается в том, что, опять же, не факт, что эта офлайн-школа действительно шарит за ЕГЭ. И не факт, что в этой офлайн-школе профессиональный преподаватель. Когда я работала в офлайн-центре, было очень много преподов, которые учились на первом курсе, на втором курсе. То есть, людям 18-19 лет, они сами составляют программу, они сами преподают, и никто за ними особо не следит. То есть, это такая опасная вещь. Какие же есть плюсы? Плюсы – это живое взаимодействие с преподавателем, это взаимодействие с группой, то есть, вы можете формировать сообщество такое неформальное, вместе в кафе сидеть и решать задания. Это очень сближает, и вообще единомышленники очень нужны в такой сложный период, да, вот перед ЕГЭ. Однако, мне кажется, все-таки минусы этого способа подготовки значительно, да, перекрывают плюсы. И, наконец, четвертый способ подготовки – онлайн-школы. Это очень сейчас модное, набирающее обороты явление, культурное, образовательное явление. И, конечно же, почему онлайн-школы так популярны среди школьников? Потому что за месяц занятий ты платишь, как за 2-3 занятия с репетитором. Я говорю о московских ценах, еще раз оговорюсь, чтобы было понятно. Вот, когда ты занимаешься в онлайн-школе, в хорошей онлайн-школе, то твой преподаватель – это точно профессионал своего дела. То есть, ты можешь в открытом доступе совершенно, да, там, в диалоге с преподавателем или менеджером открыто запросить документы об образовании этого преподавателя, да, какие-то подтверждающие факты, скрины, еще что-то, которые доказывают, что да, этот преподаватель подготовил Васю, Петю, Машу на 100 баллов, да, он не обманывает. Также обычно, да, менеджеры предоставляют цифры, средний показатель, какой средний балл на курсе, да, сколько учеников на курсе и так далее. Все это нужно учитывать при выборе онлайн-школы. Конечно же, отзывы, потому что, да, вы знаете, в онлайн-школах учатся ребята со всей страны, и они оставляют отзывы о своем обучении. И, конечно же, скрин – это не подтверждение, но вы можете написать этому ученику и спросить, действительно ли он, Вася Пупкин, дал ЕГЭ на 100 баллов, действительно ли его подготовила Оксана Кудлай, а не какой-нибудь фейк, да, то есть это тоже все работает, все открыто. Вот в этом плюс, то есть дешево, открыто и возможность заниматься с одним из лучших преподавателей, да, вот вообще в российском онлайн-образовании на расстоянии. Это прям шикарная возможность, которая, еще раз отмечу, появилась, ну, сравнительно недавно, да, если мы сравниваем с школой или с личным репетитором. Конечно, какой минус есть в онлайн-школах? Это отсутствие мотивации. Ну, давай признаемся, вот дали тебе доступ на платформу. Ну, что, ты будешь там сидеть каждый день? Ну, вряд ли, да, и хочется гулять, и вообще какие-то другие дела есть, школа, долги, кружки и прочее, прочее, прочее. Именно поэтому сложно заставить себя сесть и что-то делать, когда нет рядом вот живого человека, который бы вот тебя тормошил. Именно поэтому некоторые онлайн-школы придумывают разные системы. То есть ты платишь деньги, онлайн-школа вводит систему жизни, как, например, у нас в школе это работает. Тебе дается три жизни на месяц. И если ты три раза не выполняешь домашку без уважительной причины, то тебя исключают с курса без возможности, да, возврата средств. Это довольно жесткая система, но она работает, и множеству школьников она уже помогла. Вот, собственно, мы познакомились со всеми возможными способами подготовки к ЕГЭ по русскому языку. И я надеюсь, что ты самостоятельно сделаешь выводы. Моя задача направить, показать вам все многообразие этих способов. Дальше уже дело за тобой. Если ты все-таки остановился на онлайн-образовании, то ты сделал правильный выбор. И можешь по ссылочке перейти и записаться на мой годовой курс Гуляка. Также не забывай, что ты поступаешь по сумме баллов, и тебе необходимо сдать и другие профильные предметы очень хорошо. Переходи по ссылке, выбирай нужный предмет и записывайся к лучшим преподавателям. До встречи! Удачи! Удачи!